Какой эпизод был. Насколько вы сейчас получили... О, кстати, Артемий. Насколько вы получили... Панарин лучший игрок мира? Лучший хоккеист мира Панарин или нет? Ничего, да. Если будет нормально, хорошо работает. Мы будем с собой думать, то, естественно, будет тяжесть. Ты в курсометре уже не можешь читать, мы их снимаем. Нас снимают. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да Просто так вот Не привлекая к этому внимание Здесь просто так получилось, что это нужно было сделать Я только приветствую Два года назад собирали мальчика Тимору Операцию тоже маленьком которые стоят очень огромных денег и не в состоянии собрать эти деньги. И мы сделали, команда сделали очень много для того, чтобы это получилось у них. И я очень рад, что я знаю, что у них все получилось. Поэтому мальчик жив, здоров и хорошо себя чувствует. Это нужно делать не только спортсменам, в стране нужно. Это очень важные слова на самом деле, их надо было сейчас услышать. Видео, когда вы тренировали Панарина на Кубке Мира в 2016 году, у меня собрало миллион просмотров на YouTube. Это он когда ушел в раздевалку. Пошел, мы будем больше 100 тренировать. Он вернулся, это миллион просмотров собрало, представляете? Так что ты меня угадал, я ему пожаловал. Насколько ваша связка, вы тренер, он игрок, вызывает интерес у людей? Хотя, ну да, да. Такой эпизод был. Насколько вы сейчас получили? О, кстати, Артемий. Насколько вы получили? Панарин лучший игрок мира? Лучший хоккеист мира Панарин или нет? Ничего, да. Если будет нормально, хорошо работать. Мы с собой не будем, естественно, не будем. Ну, реально, каково тренировать? Кому больше дано, то с того больше и спроса. Тренировать-то каково? Тренировать таких уроков? Да. Одно удовольствие. Одно удовольствие. А потом уже, я думаю, что он сам даже не захочет. Я думаю, что адский труд тренерской работы. Адский. Да. Последний вопрос я задам. Очень много людей, я знаю, и пишут, и даже и нам, и на матче твоих. Все соскучились по знарку. Когда вы вернетесь, во-первых, сколько это здоровья у вас отнимает каждый сезон? Вы можете хотя бы это оценить? Извесить? Оценить, конечно, невозможно. Только прием лекарств. А то мы... Вы даже пропускали момент какой-то. Помните, вот это, походу, сезон? Но я говорю, что это тяжелой труд. И... Потому что, если ты занялся этим делом, своим любимым делом... Любимым? Да. Тебе нужно отдаваться до конца. Просто так приходить и получать деньги. Ну, лично я для себя знаю. Хочется выиграть что-то. Хотя, ты уже много что выиграл, и тебе все равно... Это как наркотики. И тебе еще хочется выиграть. Еще хочется выиграть. Еще хочется выиграть. Еще хочется выиграть. У вас больше всех 3 кубка Гарина. Больше всех, какого вы стоите? Ну, бендирующего. У него 3? Да, у него тоже 3. Но больше 3 нет ни у кого. Я про это говорю. Да. Да, да. Хотелось бы выиграть еще один, конечно. Потому что, но... Когда ты выиграешь, когда доходишь до того, что ты победил, я таки чувствую, что просто поменуешь. Ты счастлив и все такие эмоции. Отдельные. Спасибо вам, кстати. На следующий год уже, на следующий день уже все это у тебя уходит. И через какое-то время это забывается. И забываешь сам, забываешь другие. И всегда нужно сначала все начинать. Где-то получается, где-то не получается. Где-то это зависит от тебя, где-то это вообще не от тебя зависит. Потому что, ну, это спорт. Это разные команды. Куда ты идешь, с кем ты, какой у тебя состав. Это не то МВД, с которым мы дошли до финала. Я думаю, что пока этого сделать не может никогда. Я вернулся с Олимпиады в Токио. Я чувствовал вот этот кайф. Для меня это восьмая Олимпиада, как для журналистов. То есть каждый раз я испытываю огромные чувства. И я поймался на мысли, что единственная сборная, вообще командные виды спорта в России, это мужской хоккей. Золото действующее. Потому что волейболисты не выиграли, женский голубол не выиграл. Хотя они были чемпионами. Ну, так сложилось, что в данный момент. И хочу вам сказать как раз отдельное спасибо еще раз за Пхенчхян. Спасибо. Мы все помним тот финал. И люди пишут. Что вы сейчас чувствуете? Ой, что я сейчас чувствую? Знаете, какие-то бараны, если они говорят, да это не настоящее золото, не было Михаила. Ну, давайте ответим этим людям, а когда было настоящее золото? Они же не ездили раньше тоже. Михаила раньше тоже не было. Когда было настоящее золото? А команда была сильнее, я думаю, в те времена, чем сейчас. По составу. Сыгранная. Поэтому это все ерунда. Тяжело было тогда, потому что никто не ожидал, во-первых, что немцы будут играть в финале. Они очень хорошо играли. Канаду выбили, шведы выбили. Хорошо играли. Но фавориты были другие команды, которые мы готовились по номеру. Здесь они обыгрывают шведов. И получается, что мы с ними не играли. И нам пришлось все лучше сидеть и выстраивать планы на игру. Мне Ковальчук рассказывал момент. Мы с ним брали интервью. Он говорит, был момент в конце матча сам, когда мы проиграли. Он говорит, я уже рвался на лед. И вы таки, остановись, и выпускает Гусева. Он говорит, если бы ты вышел, мы бы проиграли. Я помню этот момент. Он не оградывался. Я помню этот момент. Не факт, что если бы Ковальчук не вышел и не было бы другого. Это сверху, что ли? В данном случае получилось так. Потому что Ковальчук отличный технист. И самое главное, что он отличный парень. Отличный человек. Но в то время, наверное, да. И Пашкин сыграл не в своем месте. Он же сыграл в центре. И Каприз. Каприз на своем месте. Тот финал хочется пересматривать, изучать каждый штрих. Понимаете, это какой исторический момент? Славка воинов там очень здорово собирал население. Ну, я рад, что так получилось. Я рад, что все довольны, что Олимпийское золото у нас. И пожелаю удачи. Чтобы следующий Олимпийское золото будет уже в России. Спасибо вам огромное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!